здравствуйте уважаемые садоводы приветствую вас на канале про цветок я светлана сотникова растение вот ландшафтный дизайнер и сегодня мы с вами будем купаться в пруду поговорим о водных растениях в частности а так называемых водяных лилиях нимфеях нимфея на самом деле очень неприхотливое растение и она может украшать любой ваш прудик или маленькое болото со стоячей водой дело в том что нимфея абсолютно не любит движение воды поэтому если у вас есть фонтан ручей каскад или рыбы для которых вы производите принудительную аэрацию водоема наверное нимфея не подойдет для такого прудика а обычное небольшое болотца в котором стоячая вода с достаточным количеством органики опавших листьев ручков паучков в таком месте нимфея будет себя чувствовать замечательно водяные лилии это обычное многолетнее растение которое просто-напросто живут под водой а листочки свои выбрасывают на поверхность и цветочки свои тоже поднимают выше уровня воды а сама почка ростовая находится на определенной глубине для нимфеи идеальная глубина от 40 сантиметров до метров 20 вот я сейчас стою вы видите что не очень глубокий пруд и у меня здесь в горшках находятся водяные лилии я сейчас попытаюсь поднять один горшочек здесь они живут здесь они зимуют то есть из прудика такой глубины их уже можно на зиму не доставать никуда они могут здесь оставаться и зимовать естественно на зиму листики отмирают а весной они снова отрастают если видно вот растет маленький листочек из ростовой почки сейчас ростовая почка одна в этом горшке и вы видите что все листочки растут из одного узла когда у нее появятся детки она будет размножаться также как любой обычный многолетник вы видите что еще появился узелок и несколько почечек здесь еще несколько несколько листочков здесь пошло расти тогда эту водяную лилию можно из горшка достать разделить и пересадить разделить ее можно будет тогда когда у нее появятся отдельные ростовые почки так называемые детки видите что у меня водяная лилия высажена в обычный черный горшок такой в котором продаются растения магазинах это вполне возможно и ничего плохого для водяной лилии в этом нет дело в том что водяная лилия нимфея берет питательные вещества из воды и ей абсолютно неважно что вот здесь вот у нее насыпано для того чтобы горшок не всплывал для того чтобы он был тяжелым простая не очень плодородная земля смешивается с гравием с камушками в него высаживается луковица сверху можно положить еще несколько камней для того чтобы не вымывался свежий грунт и опустить водяную лилию ваш пруд если вы ее купили в горшке значит вы ее просто приносите домой и в свой прудик аккуратненько аккуратненько опускаете опускаете медленно потому что иначе если будете опускать быстро земля просто всплывет если земляной ком слежавшийся уже такой как у меня можно ничем не накрывать если земляной ком если земляного кома нет земля свежая то лучше положить несколько крупных плоских камушков для того чтобы все это было надежно маленькие водяные лилии маленькие луковички у меня стоят даже вот в таком ящике прирост не буду доставать но я думаю что так видно они маленькие молоденькие в обычном ящике насыпана земля и высажены эти луковички их можно доставать и делить по одной но мой прудик например имеет разную глубину здесь около 40 сантиметров там ступенька идет ниже там ниже и в самом конце пруд небольшой он около трех метров в ширину и трех метров длину там в конце глубина уже больше полутора метров поэтому горшки с водяными лилиями у меня стоят на разных ступеньках на разных уровнях вы можете тоже так делать от глубины 40 сантиметров до глубины метр двадцать если ваш пруд не искусственный а естественный и дно вашего пруда это глина ил вы можете высаживать водяную лилию нимфею даже не в горшке а просто воткнуть ее в землю в дно пруда можно прижать камушками для того чтобы она не всплыла тогда она зацепится за грунт и будет расти естественным образом хочу вам показать горшки специально предназначенные для посадки водяных лилий обратите внимание специальный горшок он весь весь пронизан отверстиями для чего это нужно отверстия маленькие для того чтобы земля не вымывалась но их очень очень много для того чтобы вода свободно попадала внутрь этого горшка такой большой горшок конечно если его поставить на воду он будет плавать поэтому для того чтобы нимфея все-таки погрузилась на дно туда вниз укладывают несколько крупных тяжелых камней потом высаживают нимфею в бедный опять-таки бедный грунт и сверху прикладываю камушками для того чтобы можно было ее погрузить вниз тяжелый горшок горшок с водой с камнями достаточно легко постепенно опустится но если у вас нет специального горшка или вам не хочется по какой-то причине его покупать можно воспользоваться обычными горшочками из магазина я вам покажу два обратите внимание на маленький у него большие дырочки но они расположены внизу и вот у этого горшочка кроме нижних отверстий есть еще боковые в принципе можно использовать и тот и другой но вот этот будет лучше потому что вода сюда может легче попадать и нимфея может выпустить свои корни в том числе через боковые отверстия питаться опять-таки она будет из вашего пруда почему я сказала я два раза сказала про бедную землю о том что нужно насыпать бедной земли можно даже просто песка с камнями с гравием потому что если вы наполните горшок богатой плодородной землей то нимфея будет жировать знаете такое слово любители растений то есть она будет расти хорошо она будет интенсивно разрастаться выпускать новые листья но цвести и при этом не будет совершенно никакой необходимости у нее будет слишком много питательных веществ для того чтобы она захотела цвести поэтому земля должна быть бедной а питание нимфея должна брать именно из воды из пруда но здесь есть нюанс важно соблюсти баланс количество органики в вашем пруду оно должно быть не слишком маленьким но и не слишком высоким как узнать если органики мало ваша нимфея разрастается достаточно обильно цветет но у нее мало листочков и она не очень интенсивно пускает вот эти детки она бледная ну как любое голодающее растение если же органики в пруду становится слишком много она опять-таки начинает жировать она опять-таки считает что цвести ей совершенно не обязательно для этого у меня здесь есть такое очень простое приспособление припрятана обычно тарелка давайте подойдем посмотрим ту тарелочку белого цвета мы опускаем воду опускаем ее на глубину около 15 сантиметров видно что на фоне белой тарелки вот она стала коричневой слегка органика в воде есть ее достаточно если наша тарелка на этой глубине около 15 сантиметров ну практически не видно или очень плохо видно то в нашем пруду критический избыток переизбыток органических веществ и вам нужно срочно срочно менять воду пока пока не стало поздно и пока растение не погибли именно от переизбытка органики в вашем водоеме мы говорим о водоеме искусственном мы говорим о водоеме в котором нет циркуляции воды то есть чтобы растение в вашем пруду не погибли вот этот баланс между мало и много нужно обязательно выдерживать благодарю за внимание всего доброго а